Яичница или омлет знакомы всем, а вот о фритатте многие даже не слышали. Сказать, что это очередной вид омлета будет не совсем верным, хотя внешне они очень схожи. Готовят ее из самых разных продуктов, поэтому абсолютно все ее виды можно назвать классическими. Приготовить эту итальянскую классику можно различными способами. Обычно фритату начинают готовить на плите, а затем доготавливают в духовке, но сегодня мы обойдемся лишь одной плитой и на выходе она получится не хуже, чем из духовки. Первым делом займемся нарезкой. Берем небольшие головки репчатого лука. Лучше всего, если они будут нарезаны тонкими полукольцами или мелкими кубиками. Ссыпаем лук пока в отдельную тарелку. Теперь берем немного сладкого перца. Срезаем с него все боковинки. Сердцевину и семена следует удалить. Нарезаем его так же, как и лук, кубиками. Если кто не сильно жалует перец, обходитесь без него. Его тоже пока откладываем в сторону. Теперь нам понадобится немного подкопченого мяса. Это может быть цельная грудинка или обычный бекон. У меня небольшой кусочек карбоната. Вместо них также прекрасно подойдут какие-нибудь копченые колбасы или мясной фарш. Нарезаем мясо мелкими кубиками. Вместо свежих помидор лучше использовать вяленые. Фритата это не просто омлет, она должна сохранить в себе некую плотность. Свежие помидоры содержат в себе много влаги, а это значит, что фритата скорее всего станет вздутой и рыхлой. Если уж нет вяленых помидоров, то у свежих нужно будет предварительно удалить внутреннюю мякоти семена. Нарезаем помидоры небольшими кусочками. Составляющие фритаты могут бесконечно меняться, но неизменно ее составляющей всегда будет сыр. Лучше всего, если это твердый классический пармезан или нежная моцарелла. Но сегодня у меня их нет. И на смену им я взял обычный сыр сулугуни. Первую половину натираем на крупной терке, а вторую на мелкой. Плюс этого сыра, что наравне с классическими, он также превосходно плавится и тянется. Свежие листочки шпината следует заранее промыть и по возможности просушить. Шинкуем его, но не сильно мелко. Шпинат можно заменить любой другой свежей зеленью. Петрушка или базилик тоже будут отличным вариантом. Ссыпаем его также в отдельную тарелку. Как вы заметили, я специально не указываю количество тех или иных составляющих фритаты. Все дело в том, что каждый может варьировать их в ту или иную сторону по собственному вкусу и предпочтениям. Берем всего один зубчик чеснока. Больше не нужно, а то он собой будет перебивать остальные составляющие. Давим его ножом и мелко нарезаем. Ссыпаем его пока к мясу. Ну и конечно же невозможно приготовить фритату без яиц. Сколько их будет, зависит от размеров сковороды. На свой объем я взял 8 штук. Разбиваем их в глубокую миску. Яйца следует немного посолить и поперчить молотым перцем. Добавим немного сухих приправ. Я взял небольшую щепотку базилика и такую же щепотку майорана. Если у вас есть они в свежем виде, то будет еще лучше. Теперь яйца нужно взбить. Но усердствовать до образования густой пены не обязательно. Я бы даже сказал не нужно. Просто достаточно грубо взболтать их вилкой. Часть сыра, тот что был крупно потерт, добавляем к яйцам. В таком виде он более равномерно разойдется по сковороде. Все готово к обжарке. Ставим сковороду на огонь. Добавляем немного растительного масла. Обязательно добавим немного оливкового. Первым делом нам нужно обжарить лук до легкого золотистого цвета. Делать это следует при постоянном помешивании, чтобы он не подгорел. В противном случае блюдо будет горчить. После этого добавляем к нему кусочки мяса с чесноком. Обжариваем все на огне чуть выше среднего. После того, как лук и мясо приобрели легкую обжарку, всыпаем порезанный перец. Продолжаем все обжаривать при постоянном помешивании. Нужно добиться испарения практически всей влаги. Она нам совершенно не нужна. Теперь добавляем помидоры. Как ни странно, но именно в вяленом виде они придают особый вкус блюду. Свежие будут смотреться менее эффектно. Засыпаем половину пошинкованного шпината. Оставшуюся будем использовать при подаче. Буквально несколько минут даем ему прогреться. Времени на обжарку овощей и мяса ушло не более 15 минут. Они практически готовы. В заключение вливаем взбитые яйца с сыром. Все аккуратно разравниваем вилкой. Поверхность должна быть абсолютно ровной. Никаких бугров быть не должно. Сыр равномерно разойтись по всему блюду. Можно слегка увеличить огонь. Как только яичная масса начала закипать, тут же его убавляем до минимума. Закрываем крышки и оставляем томиться на 15-20 минут. Этого времени будет вполне достаточно, чтобы яйцо свернулось. Спустя время открываем крышку. Если поверхность фритаты стала упругой, это значит, что она полностью готова. Теперь нам нужно обжарить ее с другой стороны. Если ее края прикипели к бортам сковороды, то их можно слегка подрезать ножом. Фритата не должна прилипать к дну, а скользить по сковороде. Так как данный вариант приготовления без использования духовки, то проделаем следующее. Берем какую-нибудь плоскую тарелку по диаметру сковороды и накрываем ей поверхность фритаты. Ловким движением переворачиваем сковороду, а затем снова возвращаем ее обратно обжариваться с другой стороны. Крышки уже не закрываем и даем лишней влаге испариться. Можно снова чуть увеличить огонь и дать фритате по-быстрому минут за пять приобрести румяную корочку. И таким образом мы получаем замечательную обжарку без духовки. А теперь останется подать ее к столу. Посыпаем ее оставшимся шпинатом и пока она еще горяча, добавляем мелко потертый сыр. Сегодня мы приготовили лишь один вариант фритаты и сотни других ее видов. Это итальянское блюдо готовится из различных сезонных овощей, всевозможных видов сыра, колбас и прочего, что есть под рукой. Если нет времени готовить, а срочно нужен завтрак, обед или ужин, фритата выручит на все сто. Готовьте вкусно и приятного аппетита!